С момента оккупации Российской Федерации Чечении там никакого экономического роста не существует. Недовольных их полно. Вы подавляете, вы не даете, конечно же, протестовать людям, собираться в больнице Гудельмецкой. Его брата положили для того, чтобы сделать операцию. Ему врачи сказали купить нитки с иглоби для хирургической операции. То, что общество может о своем недовольстве сказать, и на это будет обращено внимание, то есть ему будет дана возможность высказаться, это признак здорового общества. Это признак здорового государства. Оказывается, на сделанное мною в недавнем эфире заявление о том, что в начале нашей независимости, как только мы объявили суверенитет, то есть в начале 90-х у нас был скачок экономического роста. Оказывается, на эти мои слова было записано опровержение от кадыровской пропаганды в лице директора ЧК Грязный Чингиза Афмадова. Я не буду здесь показывать, так как там слишком объемный такой материал, но суть опровержения была в том, что он показал кадры бастующих тогда врачей, языческого персонала, что якобы не платят зарплаты. Они за полгода, по-моему, не получали зарплату, из-за этого они бастовали. И это как аргумент, что значит экономического роста не было. Раз врачи недовольны, значит экономического роста нет. Я бы хотел ответить на этот гениальный довод. Если наличие протестного настроения в обществе, если кто-то недоволен, какие-то слои населения, если это является критерием оценки экономического роста, а точнее доводом в пользу того, что нет экономического роста, если кто-то бастует и недоволен, то получается сейчас и не то, что сейчас, а вообще с момента оккупации Российской Федерации Чечений там никакого экономического роста не существует. То есть всё то, о чём вы рассказываете народу, что якобы при Катырове там у нас какая-то хорошая экономика, что-то поднялось, это всё получается неправда, нет никакого экономического роста. Потому что недовольных их полно. Разница в том, что вы подавляете, вы не даёте, конечно же, протестовать людям, собираться в какие-то массовые мероприятия, митинги проводить по этому поводу вы не даёте, но тем не менее недовольство, оно всё равно просачивается, как-то оно появляется. И вот, например, недавно, не так давно, пару лет назад, был ролик, где парень записал видео, пожаловался на то, что в больнице Гудельмецкой его брата положили для того, чтобы сделать операцию, и ему врачи сказали купить нитки с иглоби для хирургической операции. Он записал тогда ролик, рассказал об этом, поднялась, естественно, волна негодования, все начали рассказывать о том, какое катастрофическое положение у нас с медициной, как сильно процветает у нас коррупция в этой сфере, как, значит, врачи постоянно просят, требуют купить постельное бельё и прочие вещи. И вы тогда даже сделали целый материал, значит, это как грязный, значит, выпустили репортаж, вот маленький отрывок из этого репортажа. Автор видео, брат пациента Адам Мутаев утверждал, что в больнице нет шовного материала, необходимого для операции, а его самого якобы отправили его покупать. И вот он, измученный поисками, решил найти сочувствующих в интернете. И вроде как нашёл. Но вот в чём беда? Когда съёмочная группа телеканала занялась поиском правды, Адам уже заговорил по-другому. Здесь вы даже не стесняясь, сами говорите, что как только съёмочная группа встретилась с ним, он заговорил по-другому. Вы сами не отрицаете, что вы заставляете людей говорить по-другому. Люди высказывают своё недовольство, а вы потом их находите, снимаете их на... Ну, сначала проводите с ними, разумеется, профилактическую беседу, а после этого они вынуждены бывают извиняться на камеру. Другой пример – это Айшат Инаева, жительница Натеричного района, которая пожаловалась на поборы зарплат, на поборы ЖКХ, а на невыносимые условия, которые вы создали. И её тоже, естественно, вы нашли, её привезли к Кадырову, заставили сначала перед ним извиняться, потом опять-таки сунули ей под нос этот микрофон с логотипом ЧКТРК, направили камеру и её тоже заставили извиняться вместе с её мужем. Вот отрывок из этого репортажа. Зачем и с какой целью она распространила эту аудиозапись, женщина и сама не понимает. Признаётся, за 7 лет, что она работает в Гвардейском социально-реабилитационном центре, никто зарплату не удерживал, и денег ни за что не требовали. То есть наличие людей, которые возмущены, которым что-то не нравится, если бы это говорило об отсутствии экономического роста, то в вашей Кадыровской Чечне экономического роста просто не существовало в природе. Но было бы глупо отрицать, что этот рост, безусловно, после войны, он, конечно же, присутствует. То есть если мы сравним нашу экономику Чеченской республики в послевоенный период, там, нулевые буквально, да, года, там, до 2005-го, и посмотрим сейчас, то я, в отличие от вас, не буду, конечно, выставлять себя на посмешище и говорить, что вот из-за этих людей, из-за действительно катастрофической ситуации у нас, связанной с коррупцией, с беззаконием, с угнетением людей, с терроризированием людей, несмотря на всё это, экономический рост, он, конечно же, присутствует. Было бы странно, если бы он отсутствовал. Было бы странно, если бы экономика Чечни сегодня была бы на том же уровне, на котором она была, там, в нулевом году, там, в 2001 году, в послевоенный период. Поэтому, ну, это был очень такой странный, да, глупый довод. Единственное, что, в чём есть разница. То есть и тогда были недовольны, и они должны быть в любой стране, в любом нормальном здоровом государстве и здоровом обществе, всегда должны быть недовольны. Всегда они будут. Никогда не будет так, что все будут довольны, все будут счастливы. Такого не бывает. Ни в одной процветающей стране, процветающем, развитом государстве этого мира такого никогда не было и не будет. Всегда будут какие-то недовольны. И были ли проблемы в нашем государстве в начале 90-х? Ну, конечно, были. Как их могло не быть, если во всей России, во всём постсоветском пространстве, разрушенном Советском Союзе, конечно же, были огромные проблемы. Конечно, у нас они тоже были. Конечно, были и невыплаты зарплат, и отсутствие там выплаты пенсии. И всё это было, в этом нет сомнений. Но при этом был рост экономический, безусловный. И это очень странно, если вы это отрицаете. Это очень глупо. Но вот в чём есть разница недовольства, которое было тогда и сейчас, разница в том, что тогда недовольных людей никто не преследовал. И извиняться на камеру их никто не заставлял. У нас тогда было телевидение Чкерии, ТВИ. И вот в эфире этого телевидения или какого-либо другого, у нас тогда много было телевидений, никогда не было такого, чтобы в эфирах этих телевидений показывали людей, извиняющихся за то, что они где-то что-то высказали, какую-то критику в отношении государства, правительства, президента, полиции, врачей, кого бы то ни было, никогда такого не было. Вот разница этих двух периодов, этих двух стран и этих двух развивающихся экономик в том, что была свобода слова, свобода волеизъявления, свобода протестов. И никто за это не репрессировал людей. Сегодня, если бы была такая свобода, то вы прекрасно знаете, что бы происходило в республике. Сколько у нас, да у нас нет, наверное, такой отрасли в республике, где люди были бы довольны. Было бы очень много протестов, люди бы высказывались. И зная это, вы преследуете эти люди, вы поэтому жестко подавляете любой протест, любую забастовку, любые даже просто голосовые записи, которые отправлены в какие-нибудь групповые чаты, даже семейные, вы их преследуете, вы за это очень жестко людей наказываете, чтобы люди боялись протестовать, чтобы они не высказывали своего недовольства. Вот в чем наша разница. Поэтому для людей, размышляющих, я делаю это разъяснение, недовольство в обществе это признак, точнее, это разъяснение.